Как действовать в различных чрезвычайных ситуациях? Ответы на этот и другие тематические вопросы искали участники городского этапа школьной олимпиады по предмету основы безопасной жизнедеятельности, которая состоялась на базе средней школы номер 14. Шесть победителей примут участие в областном этапе, который также состоится в Пинске. О ходе олимпиады и ее участниках рассказывает Анна Янович. Готовы? Да! Хорошо, настроение бодрое? Да! Карточки уже заполнили, молодцы. Поэтому что мы делаем? Вскрываем билеты. После того, как старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского КруЧС Олег Червяковский вскрыл конверты с заданиями и объявил начало олимпиады, ребята приступили к их выполнению. Несмотря на то, что в настоящее время этот школьный предмет изучается только во втором и пятом классах, знания по ОБЖ ребята получают на многих других предметах и факультативных занятиях. А лучшие из лучших демонстрируют свои высокие знания на Олимпиаде. В городском этапе школы безопасности 2021 принимают участие 107 учеников школ и гимназий города. В течение часа им необходимо ответить на 100 вопросов, разработанных специально для Олимпиады с сектором пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского КруЧС. Но в основном вопросы связаны с тем, как вести себя или как выйти из сложной сложившейся жизненной ситуации, в которую может попасть ребенок. То есть вопросы нацелены на то, чтобы ребенок знал, как себя вести в той или иной какой-то чрезвычайной, несвойственной ситуации. При подготовке вопросов в основном используется мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом», потому что там есть и 48 чрезвычайных ситуаций, куда может попасть человек, и энциклопедия безопасности, где есть ответы на интересные вопросы, и раздел «Проверь себя», где есть тестирование. Поэтому если ребенок достаточно на хорошем уровне изучил это мобильное приложение, то ему Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности будет как море по колено. И вот спустя 20 минут после начала Олимпиады мы уже беседуем с теми участниками, кто успел выполнить все 100 заданий. Мы заучим наши школы, решали Олимпиады, там были такие же задания, и все было очень просто. Ну, было легко, силы я рассчитываю нормально. Ежегодно среди участников городского этапа в младшей возрастной группе, это первые и четвертые классы, выделяются ученики из средних школ номер 10, 16, гимназий номер 1 и номер 3. В средней и старшей возрастных группах безоговорочным лидером является гимназия номер 2, где обучение детей основам безопасности жизнедеятельности ведется на высоком уровне. Колоссальными знаниями предмета обладает 11-классница гимназии Марина Лебедева. Начиная с 5-го класса она принимает участие в Олимпиадах по ОБЖ и неоднократно выходила в финал областного этапа. А в прошлом году становилась его победительницей. Отличные знания демонстрирует на Олимпиаде и ученик 8-го Б-класса средней школы номер 2 Захар Червяковский. Юноша неоднократно становился участником, а также победителем областного этапа. На обоих учеников педагоги возлагают большие надежды и в этом году. Да, скорее всего возлагают, но должен оправдать ожидания. Ну, на второе место. К слову, и Марина Лебедева, и Захар Червяковский показали лучший результат в своей возрастной группе, заняв первое и второе места соответственно. И вместе с другими победителями городского этапа будут отстаивать честь города Пинска в третьем этапе областной Олимпиады школы безопасности 2021, которая состоится 25 февраля. К слову, участие в нем примут по два победителя городской Олимпиады из каждой возрастной категории.